Итак, меня зовут Копачо Виталий. В целом я пишу код не только на клиенте, но и на сервере. По роду своей деятельности выполняю довольно разнообразные задачи. И сегодня я буду говорить о ряде проблем, которые в целом специфичны не только для фронтенда, в целом специфичны для написания кода. И постараюсь рассказать об этих проблемах и о тех методах, о тех подходах, с помощью которых мы их решаем в контексте нашего любимого фреймворка View. И, собственно, рассмотрим ряд проблем на конкретном примере с кодом. На мой взгляд, даже непосвященному человеку правый слайд читать намного легче, поскольку здесь отображены конкретные действия, что происходит. Думаю, всем понятно, что проблема находится в этом кусочке кода. Что здесь происходит? Этот код получает некие данные сервера. И, на мой взгляд, есть ряд проблем, которые тут присутствуют. Это хардкод непосредственно инпоинта, куда выполняется запрос избыточная логика обработки ответа и избыточная логика обработки ошибки. Для проекта уровня Hello World, в принципе, может быть, это не является проблемой для проверки какой-то гипотезы, но когда приложение растет и развивается, мы хотим, чтобы наш код оставался понятным, оставался поддерживаемым, чтобы этот код можно было легко расширять, дополнять. В целом стремимся к решению таких вот задач. Как мы пытаемся решать эти проблемы? На самом высоком уровне мы выделяем три уровня абстракций, которые нам позволяют разделить зоны ответственности и энкапсулировать логику. Что эти уровни абстракций из себя представляют? На самом низком, если можно так выразиться, уровне лежит так называемый уровень сервисов. Он отвечает за в целом не специфичную для бизнес-составляющей приложения логику и является в основном общим для различных приложений. Он непосредственно выполняет какое-то одно действие, выполняет его хорошо. Дальше идет уровень бизнес-логики. То есть, на мой взгляд, это самый большой уровень, самый жирный. Он сам по себе может быть разделен на отдельные блоки, компоненты. В этом уровне сосредоточена основная бизнес-логика приложения. Здесь, собственно, то, за что бизнес нам платит деньги. Как раньше мы пытались объяснить взаимодействие наших различных сущностей в проекте. И то, как мы стараемся сейчас строить взаимодействие между базовым уровнем сервисов и нашим уровнем абстракции. То есть, на уровень бизнес-логики попадают уже предобработанные данные, которые облекаются в бизнес-сущности и с которыми мы в дальнейшем работаем. Также уровень сервисов предоставляет некий API, который позволяет абстрагировать пользователей сервисов от конкретной реализации, от каких-либо низкоуровневых деталей. На данном примере мы можем видеть, как реализовано взаимодействие между этими уровнями абстракции. У нас есть некий экшен, который получает данные из сервера и через мутейшн облекает эти данные в специальную модель класса, которая нам позволяет эти данные провалидировать и дает некое детерминированное поведение в дальнейшем при работе с этими данными. Уровень отображения. Уровень отображения практически ничего не знает о какой-либо логике. Его задача – это просто нарисовать данные. То есть там, если говорить в терминах, это уровень шаблона, и если говорить в терминах view, то это уровень компонента. Взаимодействие аналогичное. На уровень отображения передаются фактически данные, которые мы рисуем клиенту, и предоставляется API, который мы можем повесить на события, которые будет вызывать клиент в нашем приложении. Здесь представлена реализация компонента. Из стора прокидываются конкретные данные, которые мы благодаря механизмам view рисуем, из них составляем HTML, и прокидываются экшены, которые мы вешаем, допустим, на события, можем повесить на события кнопок в нашем приложении. Также здесь еще не указано, но здесь еще находится наш кастомный CSS, который мы можем располагать в данном компоненте, и конфигурировать его под определенные наши нужды. Сегодня больше хотел рассказать именно о концепции сервисов, от общего к частному, что они из себя представляют, как мы с ними работаем. Основное, одно из отличий сервиса, что он предоставляет понятный, единообразный интерфейс. В нашем случае этот интерфейс похож на обычный объект джаваскрипта, который предоставляет данные благодаря вызовам методов. Тоже выглядит нативно, как вызовы обычных методов в джаваскрипте. И рассмотрим более подробно, то есть от некого абстрактного сервиса, рассмотрим сервис взаимодействия с API, с нашими бэкэндами, рассмотрим, какая функциональность возложена, и как эта функциональность выполняет свои задачи. Поскольку сервис это класс, инициализация его настроек происходит в конструкторе. Здесь выполняются базовые настройки сервиса. В нашем случае это выставляются базовые хедеры и выставляются базовые эндпоинты, на которые мы будем ходить за нашими данными. Под капотом мы используем библиотеку Axios. Несмотря на то, что Axios это довольно продвинутый инструмент, его абстракции все равно не хватает для того, чтобы абстрагировать внешний код от деталей реализации. Дополнительно, что дает концепция сервисов, мы можем прокинуть некий кастомный клиент сюда, который будем использовать при тестировании. При работе с Axios кто-нибудь использует интерсепторы? Кто-нибудь знает, что это такое вообще? При работе с Axios мы активно используем интерсепторы. Интерсепторы, если можно так сказать, это некие промежуточные обработчики. Ну, middleware, можно так сказать, если кому-то так будет более понятно. В нашем конкретном случае мы используем вот эти обработчики для подготовки запроса перед его выполнением. На этом участке кода изображена подготовка запроса для получения данных из, скажем так, закрытого эндпоинта. В нашем случае сервер реализует авторизацию по GVT токенам и при каждом выполнении запроса к нашему бэкэнду клиент должен содержать актуальный Axios токен в своем хедере. Собственно, эта логика здесь и реализована. При начале выполнения запроса Axios токен вычитывается из хранилища, создается новый объект с заголовком Authorization, куда кладется свежий хедер. Также для чего подходят интерсепторы? На мой взгляд, они даже для этого больше предназначены, чем для подготовки запроса. Они подходят для постобработки ответов, для какой-то промежуточной обработки данных. Здесь представлен механизм ответа обработки неудачного запроса. Когда мы пришли на некий эндпоинт закрытый, и наш Axios токен, он, скажем так, протух, его время жизни истекло. Здесь инкапсулирована логика, когда мы понимаем, что сервер нам ответил с кодом ошибки 401, и прежде чем сказать пользователю, что он не авторизован, мы хотим попробовать обновить нашу пару токенов и перевыполнить запрос. Мы создаем повторный запрос к специальному эндпоинту, который предназначен для обновления пары токенов. В качестве payload у нас выступает наш refresh токен, который, полагается, должен нам предоставить свежую пару ключей. Что еще можно делать в интерсепторах? В принципе, как уже было сказано, можно выполнять какие-то промежуточные действия над ответом, выполнять какие-то промежуточные действия над неудачными запросами, например, инкапсулировать логику каких-то метрик, каких-то логирования, например. Если у вас несколько бэкэндов или, например, обработка данных из разных эндпоинтов, данные из разных эндпоинтов, скажем так, не унифицированы, из одних приходит JSON, из других строка, можно пытаться эти данные привести к некому общему виду, чтобы потом с этими данными можно было работать. Также один из кейсов, если ваш бэкэнд, допустим, не предоставляет DNS адрес, есть некий пул IP-адресов, которым нужно обратиться, чтобы получить ответ, это тоже можно выполнить в интерцепторах. Дополнительно хотел сказать, что интерцепторы – это очень классная штука, но с их появлением у вас возникает очень много асинхронных действий, в которых сразу разобраться, на мой взгляд, не получится. В любом случае я очень советую познакомиться с этим механизмом и его использовать, я думаю, это облегчит понимание и работу с вашим кодом. Далее. Весь интерфейс взаимодействия с нашим бэкэндом задается динамически путем декларативного добавления параметров вот в такой объект. объявление каждого метода содержит настройки и параметры, с которыми нам нужно будет выполнить фактически запрос к нашему бэкэнду. Здесь в данном случае содержится название метода, содержится URL, по которому сконструируется запрос к нашему бэкэнду. Немного поговорим о параметрах запроса и вообще о данных, которые мы передаем на сервер, используя так называемый rest-like подход. Где у нас передаются данные? Они могут передаваться в теле запроса, то есть это по запросу, мы передаем, например, JSON. Они могут передаваться в параметрах запроса, ну, знаете, через восклицательный знак. И также полезные данные передаются в идентификаторах ресурса. Это когда динамические данные являются частью самого URL. Внешний код, он практически абстрагирован от знания того, где ему нужно передать данные. Вся логика задается при конфигурации, при декларативной настройке нашего интерфейса. И, собственно, тот метод, где выполняется вся полезная работа, где происходит именно выполнение запроса. Кто знаком с такими сущностями, как прокси-объекты в JavaScript? Кто их использует вообще в работе? Я очень рекомендую ознакомиться и с этой концепцией. На мой взгляд, она очень помогает и делает код более понятным и прозрачным. Вкратце расскажу, что такое прокси-объект. Прокси-объект – это штука, которая позволяет перехватить запросы к нашему основному объекту и что-то с ними сделать. Есть разные хуки. Допустим, здесь представлен хук, который позволяет перехватить запрос к какому-то свойству объекта. Также есть хуки на вызов конструктора, на уничтожение объекта. Здесь мы используем хук, который перехватывает вызов определенного свойства нашего объекта API и возвращает, сам хук представляет из себя функцию, которая на вход получает целевой объект и имя метода. При вызове к свойству нашего целевого объекта возвращается функция, которая ожидает фактические данные от нашего внешнего кода. И благодаря механизму замыканий, мы, имея на руках имя нашего вызванного метода, который был объявлен в декларативном объекте, имея все параметры, конструируем из них запрос и передаем его нашему клиенту. То есть нашему движку Axios. Клиент это у нас под капотом объект Axios. Вот. И возвращается promise. То есть после того, как мы вызвали наш метод, клиент выполнил запрос, возвращается promise. Здесь выполняется некая очистка данных от метод... Ну, Axios возвращает объект ответа, в котором помимо необходимых нам данных содержится еще дополнительная метаинформация. Здесь мы ее очищаем. И если вдруг возникла ошибка, мы тоже можем на это как-то отреагировать и наверх прокинуть не абстрактную ошибку, не знаю, 500 или еще какую-то, а дополнительно создать объект ошибки, более специализированный, и в код более высокого уровня прокинуть уже его. Прокинуть объект этой ошибки. Помимо декларативного динамического задания интерфейса нашего API, также в логике сервиса сосредоточена логика конкретных методов, которые инкапсулируют логику, специфичную для работы именно сервиса. Выше мы видели, выше мы видели, как сервис вычитывает данные хедеров, данные из локал сториджа и подсовывает их в хедер. Метод, допустим, метод логин, когда пользователь проходит авторизацию, также инкапсулирует логику работы с токенами, и в данном конкретном случае он записывает их в хранилище. Метод логаут наоборот, соответственно. Когда пользователь хочет разлогиниться, метод логаут удаляет всю информацию об авторизованном пользователе из нашего хранилища. Что из себя представляют методы set tokens и remove tokens. Это методы работы непосредственно с локал сториджем. Это был, так сказать, подход, который мы использовали раньше, и в одном из проектов мы познакомились с протоколом JSON-RPC. Это довольно старый протокол. Кто о нем слышал, кто-то, может, использовал. Очень жаль, конечно, что так мало людей знают об этом протоколе. На мой взгляд, он как бы несправедливо обделен вниманием. Несмотря на свою простоту, он дает много преимуществ. На мой взгляд, он проще для понимания, проще в работе. Как бы какие существуют отличия между JSON-RPC. Кстати, JSON-RPC – это именно протокол, в отличие от подхода REST. Почему я называю не протокол REST, а именно подход REST-like, потому что я видел разные реализации REST. В сути, конкретная реализация REST-а может упираться в конкретного разработчика. Протокол JSON-RPC предоставляет специальные коды, которыми вам может ответить сервер, и на которых вы можете построить свое взаимодействие с дальнейшими уровнями вашей бизнес-логики. Если в случае REST-подхода у нас ошибки транспорта смешиваются с ошибками бизнес-логика, то в JSON-RPC эти две концепции разделены. Упрощенная логика формирования запроса. У нас есть один endpoint, у нас есть один метод, это post, и данные передаются в виде структурированного объекта, в котором есть два поля. Это непосредственно действие, которое мы хотим от сервера, это имя метода, и поле параметров, в котором мы передаем все наши полезные данные, которые хотим, чтобы обработал наш сервер. Ну, как я уже сказал выше, это упрощенная логика обработки ошибок, поскольку ошибки транспорта отделены от ошибок бизнес-уровня. А, одна из киллер-фич, это возможность множественного вызова, множественного вызова нашего бэкэнда. Бэкэнд просто реализует методы, если мы хотим получить пачку данных, мы просто говорим нашему бэкэнду, дай мне вот этот, этот и этот метод. И, как бы, сервер их обработает. Далее мы рассмотрим, собственно, реализацию того же сервиса, работы с нашим бэкэндом, но уже в применении к JSON-RPC. Инициализация конфигурации, особо отличий здесь нет. У нас и в том, и в том случае задаются базовые хедеры, это мы работаем с JSON-ом. И также под капотом мы используем клиент-аксис, да, просто единственное, что здесь дается один базовый эндпоинт. Это у нас в нашем случае это RPC. Вот обработка ошибок уже возлагается не на уровень HTTP ошибок, а на уровень непосредственно тех ошибок, которые представляет JSON-RPC. Здесь можно видеть, что ошибка вычитывается не из тела ошибки, а из тела ответа, который нам прислал сервер. Вот общая логика обработки ошибок тоже выглядит примерно так. Конфигурация. Конфигурация нашего сервиса при работе с JSON-RPC тоже имеет декларативный вид, но здесь имеются очень важные отличия. Протокол JSON-RPC может использоваться не только поверх HTTP, он может использоваться также поверх веб-сокетов. В нашем случае мы задаем параметры, какой метод и по какому протоколу, по какому транспорту его вызвать. Вместо эндпоинта у нас уже есть имя метода. Далее я постараюсь рассказать, как можно проще, что здесь происходит. Проблема в чем? Что в одном из проектов нам необходимо было соблюдать совместимость с E11. В E11 нет прокси-объектов и полифилов для этой технологии тоже нет. Поэтому пришлось написать такой немного изощренный код. Что тут происходит? Есть некая функция. Это RPC 2.0 Data Structure, основной задачей которой является предоставление базовой структуры тела нашего запроса. Также она генерирует уникальный идентификатор. В JSON-RPC есть такое правило. Если вы хотите получить ответ, вы должны предоставить идентификатор запроса. Эта функция генерирует идентификатор запроса. Далее все методы, которые мы видели в декларативном объекте, регистрируются в специальном объекте маршрутизаторе, который в дальнейшем будет их маршрутизировать между различными транспортами. Мы видели задание транспорта в нашем декларативном объекте. Что из себя представляет объект транспорта? Здесь я решил его не показывать, но суть его в том, что он должен реализовать интерфейс вызова единственной функции. Эта функция в моем случае называется call function. При вызове этой функции туда возвращается другая функция, которая получает параметры из внешнего кода, сопоставляет их с болванкой тела запроса и получившуюся вот эту конструкцию в виде JSON объекта передает в непосредственно функцию выполнения запроса. В нашем случае это выполнение запроса по HTTP протоколу, поэтому здесь мы передаем вот этот payload, это у нас JSON объект. Этот JSON объект передается в нашего клиента в Axios и выполняется запрос. Дальше у нас происходит постобработка данных и постобработка ошибок. Что мы получаем на выходе? Даже несмотря на то, что мы внутри кардинально переработали наш сервис, основным преимуществом для выделения различных уровней абстракции, вообще над тем, вообще почему над этим стоит задуматься, это что для конечного, конечный клиент абстрагирован от этого механизма и для него интерфейс взаимодействия с API не меняется. То есть если предположить, что наш высокоуровневый код был подстроен на неком интерфейсе, то он практически ничего, практически никаких изменений в себя вносить не должен. Это также остается JavaScript объект, также вызов метода. На мой взгляд, опять же, использование JSON RPC помогло сделать вызов метода более нативным для JavaScript. Также, как выше я говорил, что есть возможность мультивызовов, таким вот образом она реализуется. Задается декларативный массив, декларативным образом в нем передаются те методы, которые мы хотим вызвать и те параметры, которые к этим методам нужно передать. На выходе мы получаем массив ответов. Так. Теперь следующий проект, который нам довелось сделать, там уже не было конкретной привязки к Internet Explorer 11, и мы довольно просто портировали наше решение на реализацию прокси. Как выглядит реализация взаимодействия с API посредством JSON RPC с применением прокси объекта. Точно так же, как и в REST-like вызывается определенное свойство нашего объекта, функция перехватчик его перехватывает, получает имя, получает параметры из внешнего кода, выполняет фактический запрос. Интерфейс для конечного пользователя не меняется. И так как мы решили использовать JSON RPC в наших проектах, наши микросервисы теперь тоже реализуют JSON RPC. Что мы привыкли видеть в сервисах, которые реализуют REST-подход? То есть REST, он для себя имеет множество различных инструментов. Все мы знаем о таком инструменте, как Swagger, например. Swagger спецификации и Swagger UI. Для JSON RPC мы используем такой веб-интерфейс, который тоже нам позволяет, который тоже позволяет фронтендеру ознакомиться с функционалом бэкэнда, тоже интерактивно его позволяет, скажем так, пощупать и без написания кода, без привлечения дополнительных инструментов понять вообще, и как взаимодействовать с этим бэкэндом. Вот здесь представлено неудачный запрос и удачный запрос. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...